здравствуйте приветствую вас на канале нотик сегодня мы рассмотрим устройство от фирмы lenovo а именно idea pd 330 10 а именно вот эту вот штуку и это не на 2 как вы могли бы подумать это планшет с клавиатурой давайте осмотрим поближе корпус данного планшета целиком выполнен из пластика серебристого цвета благодаря чему они практически не остаются печатки пальцев по крайней мере их просто не видно что касается клавиатурного блока кстати говоря вот здесь у нас держится на двух штырях здесь коннектор как раз подключение к нашему планшету клавиатура клавиатура у нас особенная у нее клавиши именно где идет латиница они такого же размера как и в обычных ноутбуках lenovo также стиле не стилизованы фирменной формы q type нажимается кстати говоря хорошо на удивление то есть здесь есть щелчок отдачи в принципе набирать текст очень удобно что мне не понравилось здесь отсутствует полностью функциональные клавиши ну как полностью они просто отсутствует физически через fn доступны они через 1 2 3 4 5 и так далее то есть грубо говоря через fn там по три по четыре символа с каждой клавиши сверхнибудь снимать к этому думаю придется привыкать а так клавиатура ну для планшета более чем достойная что касается тачпада он длинный узкий как это обычно делается в ноутбуках hp мне такие не нравятся что мне по высоте просто не хватает места немножко но в принципе может корректироваться носу и для планшета опять же сойдет но я бы порекомендовал пользоваться небольшой bluetooth мышкой диагональ дисплей составляет действие 1 дюйм разрешение full hd матрица IPS покрытие глянцевое само собой потому что у нас сенсорный дисплей дисплей мне понравился хорошие углы обзора по яркости есть небольшие претензии все-таки хочется чтобы планшеты были поярче конкретно чем например ноутбуки за те же цену что касается звука у нас здесь присутствует два стереодинамика звук выдается планшетом неплохой я честно не ожидал мне понравился как для планшета звука отличный стоит сказать что как и большинство windows планшетов или два в одном устройстве называть хотите они немножко похожи на трансформеры то есть у нас есть стандартный режим плане ноутбука мы можем сделать режим консоли мы можем сделать вот так как режим планшета просто чтобы не терять клавиатуру либо если просто не нужна клавиатура вы его вытаскиваете например читаете книжки либо что-то еще делаете ну на ваше усмотрение само собой ну применение как говорится много вплоть ну вот так пожалуйста можно смотреть что сейчас хран не показывать то что я его закрыла когда открыл он перестал показывать но неважно что касается камеры у нас есть одна задняя камера на 5 мегапиксельная и фронтальная камера она двухмегапиксельная собственно говоря как и в большинстве подобных планшетов на самом корпусе самого планшета есть комбинированный аудиовыход есть тайп си через который можно вводить если говоря картинку на внешний дисплей по протоколу дисплейпорт донгл приходили переходник по нашим ски сюда в комплект не входит а также круглая зарядка для питания здесь есть один нюанс о котором расскажу чуть позже помимо этого у нас есть вход для карты памяти он вставляется вот сюда внизу что принципе довольно удобно что касается базы на базе есть два полноразмерных юсб порта еще но принципе приличный набор портов для планшета на windows и как я считаю что касается веса отдельно планшет весит на 610 грамм и то имеет толщину один сантиметр вместе с базой он весь уже килограмм 150 и чуть меньше двух сантиметров поедините рулетки под рукой не было стоит отметить что этот планшет на windows производительные большинства своих собратьев так как у нас здесь установлен 4 ядерный процессор pentium с маркировкой n5000 4 гигабайта оперативной памяти ей ммс накопитель на 128 гигабайт само собой windows уже установлена потому что увидите вот такие вот скринсейвер с этим самым логотипом windows сразу хочу сказать что устройство само по себе довольно ниши потому что сам рынок ноутбуков мы все знаем от мертв ноутбуки маленькие все еще делал примерно с такими же характеристиками но они не особо в ходу у людей хотя некоторые берут их как просто устройство спутник устройство ассистент то есть у вас есть какой большой писи или большой стационарный там или около стационарный ноутбук в смысле большой производитель там workstation и тому подобное и вы берете куда-нибудь в отдых либо поездку вот что такое компактное стоит сказать что время автономной работы у него более чем впечатляющие в интернете пишут от 10 11 часах у меня получилось в районе 8 часов но это в режиме просмотра потокового видео с подключенным вай-фаем но параллельно еще скачивались обновление windows так что реальная автономность у него просто зашкаливает и просто брать его с собой и как бы что-то делать удаленно опять же используется какому мультимедийный конвейер смотреть мультики мы возможно поделать какую-то работу но это хороший вариант плюс у него есть возможность подключаться к внешнему дисплею благодаря type-c кабелю он может выводить экран картинку по протоколу дисплей порт собственно говоря также можно сказать что здесь хороший экран мне понравился ps матрица она в принципе сравнима с такими же устройствами от asus а я только и hp даже я только их своей жизни видел держал в руках дисплей довольно яркий правда в условиях опять же студийного освещения это не очень заметно я скажу что именно что касается планшета я привык что они бывают ярче чем ноутбуки здесь такой ситуации нету то есть он может быть ярче чем обычный бюджетный ноутбук но не сильно а теперь к цене цена этого устройства 34 тысячи рублей да это много это дорого но опять же стоит сделать скидку на то что данный аппарат он все-таки производитель большинства своих собратьев и это большой плюс также у него есть два полноценных usb выхода тоже плюс он заряжается от type-c пускай шнур type-c выглядит довольно странно то есть как у ноутбука но это type-c ну и вывод дисплея по протоколу мини дисплей порт тоже это с одной стороны хорошо потому что дисплей порт это хорошо а с другой стороны это плохо потому что придется покупать переходник даже скорее всего большинства пользователей подобного донгла просто нету в обиходе там на руках скажем так вот такое получилось устройство большое спасибо за просмотр и до свидания